В эфире Первого Карагандинского новости в студии Мирамгуль Салкимбаева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Благоустроенная парковая зона в Майкудуке до сих пор находится во мраке. Сколько еще жители будут гулять, опасаясь за безопасность и жизни своих детей. Все государственные служащие Карагандинской области начали сдавать национальный тест по государственному языку. Как искоренить безработицу среди студентов и приобщить к здоровому образу жизни подрастающее поколение? Наволевшие вопросы молодежи обсудили в областном Акимате. Жители улицы Белинского обеспокоены за свою безопасность и за жизни своих детей. Вот уже почти год здесь отсутствует освещение. Ежедневно горожанам приходится сталкиваться с кучей неудобств и трудностей. Как говорят карагандинцы, решить проблему местные власти не спешат. Осель Сазанбаева разбиралась в ситуации. Небольшой парковый городок по улице Белинского в Майкудуке больше напоминает темный переулок со множеством опасностей. Ежедневно возвращаясь домой с работы или забирая детей из школы, детского сада, жителям улицы Белинского, Крупской, технологической района ВГСЧ, Майкудуке приходится быть вдвойне осторожными. Ведь освещения в парковой зоне вообще нет. Здесь проживаю уже 18 лет. Мы очень были рады именно нашей планировке парков. Все были довольны. Первый год был свет. Фонтан работал, правда, всего две недели, но это было просто счастье. Сейчас, на данный момент, освещение ноль. У нас много детей. Парк благоустроили еще в 2014 году. Для жителей окрестностей было большой радостью иметь свою территорию для отдыха и прогулок. Но ликование длилось недолго. Спустя полтора года от райского местечка не осталось ничего. Обломки фонтана, детских сооружений, скудный газон и темные тропинки. Сейчас для жителей района освещением являются фары проезжающих машин. Нас возмущает то, что на реконструкцию этого парка была истрачена огромная сумма денег. Первый год еще как-то все было. Фонари. 13 фонарей по 4 лампочки. 52 лампочки. Тут так было светло, хорошо. Не прошел год, половина лампочек не работает. Сегодня вообще ни одна лампочка не горит. Фонтан поломали. Лавочки ломают. Очередной раз ответов от чиновников журналисты Первого Карагандинского канала так и не дождались. Сколько еще времени людям придется проходить по дорожкам мрачного парка, опасаясь за безопасность? И на что могут надеяться жители? Проблема с благоустройством дворовых территорий города по сей день остается главной для всех. Асель Сознабаева, Исламбеку, Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. План развития регионов области под пристальным вниманием чиновников. Первый заместитель Акима области Асельбек Джусюбаев посетил Тимиртау. Он познакомился с производством ряда предприятий. Первым из посещенных объектов стало предприятие Имсталькон Тимиртау. Оно было открыто в 1956 году. Здесь выпускают строительные изделия и конструкции, а также ведут монтажные работы. Затем чиновники ознакомились с деятельностью цеха по производству жестяных банок для консервы и побывали на производстве теплоизоляционных материалов. И так как Тимиртау занимает у нас по инвестициям 26,2% в объеме области, то это, в общем-то, положительный момент в целом по области. Первый заместитель Акима области уделил внимание и состоянию автомобильных дорог. По завершении посещения объектов Асельбек Джусюбаев провел совещание. Глава города отчитался о итогах социально-экономического развития Тимиртау за 9 месяцев. Все старшиеся основные показатели по городу Тимиртау по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевыполнены инвестицией в основной капитал на 104%, объем строительных работ на 104,4%, год жилья на 104%, объем розничного товара оборота на 106,3%, валовый продукт сельскохозяйства на 116,8%, объем грузооборота на 148,5%, пассажирооборота на 101,1%. Чиновники обсудили проблемные вопросы текущего года и расставили приоритеты на предстоящий 2016 год. Аймамрина Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Наболевшие проблемы молодежи обсудили в областном Акимате. Как искоренить безработицу среди студентов и приобщить к здоровому образу жизни подрастающее поколение. Эти и многие другие вопросы рассмотрели на онлайн-заседании с участием Акимов городов и районов и руководителей городских отделов. Сегодняшнее совещание было посвящено исключительно проблемным вопросам подрастающего поколения. Это уже третье заседание Совета по делам молодежи. Перед Акимом области первым отчитался руководитель областного здравоохранения. Ержан Урлыбаев выступил с докладом о профилактике заболеваний и борьбе с наркоманией среди молодежи. Одной из профилактических мер, используемых в Карагандинской области, совместно с Управлением образования является проведение добровольного анонимного тестирования в учебных заведениях. Анализ за последние три года показал, что количество вновь выявленных в случаях потребления наркотических веществ снижается. В целом по области отмечается тенденция снижения распространенности употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения среди населения. Если употребление наркотиков среди населения в Караганде сократилось, то в городе Шахтинск эта ситуация стала наболевшей. В связи с этим Нурмухабет Абдибеков поручил Акиму Шахтинска взять на контроль острую проблему и дал ряд указаний всем Акимам городов и районов Карагандинской области. Организовать мотивационные встречи известных личностей из сферы спорта, культуры и медицины с молодежью области. Усилить межсекторальное взаимодействие по вопросам формирования активной гражданской позиции и здорового образа жизни среди подростков и молодежи, непримиримости к употреблению алкоголя, наркотиков, табачных изделий и других психоактивных веществ. Еще одна проблема касается выпускников вузов. После окончания университета молодым специалистам трудно найти работу. С таким уже столкнулись студенты Карагандинского государственного университета имени Букетова, рассказал исполняющий обязанности ректора Рымбек Жумашев. Аким области также дал ряд поручений для всех присутствующих Акимов. Акимов городов и районов совместно с ректорами высших учебных заведений Карагандинской области, ректора по согласованию, понятно, продолжит совместную работу по организации и проведению мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников, в первую очередь из социально уязвимой категории. В заседании приняли участие члены областного совета по делам молодежи, руководители областных управлений и ректора вузов. Все Акимы городов и районов получили ряд конкретных указаний для решения актуальных проблем молодежи. Лариса Хусынова, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические привычки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Главный полицейский области Миргенбай Жапаров выступил перед населением города и подвел итоги за 9 месяцев текущего года. Ответил на ряд вопросов, интересующих карагандинцев. Какова ситуация в городе и уменьшились ли факты преступления, расскажут наши корреспонденты. По итогам 2014 года общая преступность по городу Караганда, не сказать, что значительно, но снизилась. Уменьшились случаи убийств, грабежей и изнасилований. На сегодняшний день по городу число камер видеонаблюдения увеличилось на 313 единиц. Их установили на основных дорожных развязках и в местах проведения общеполитических мероприятий. Нам не успешно реализуется, утверждено Акимовом области программа «Безопасный двор», суть которого заключается ограждение двора многоэтажного сектора, забором, установки пропускного режима, обеспечением освещения ночное время суток, установкой видеокамер с выведением, с монитором сторожей охраны. На сегодняшний день в областном центре создано 20 безопасных дворов, число которых планируется увеличить. Число выявленных правонарушений за 2014 год возросло на 182%. К административному аресту привлечены 2143 гражданина. Приняты меры, способствующие сокращению преступлений, совершенных в общественных местах, на 4,1%. Кардинально изменилась система учета уголовных правонарушений, в отличие от прошлого года. В настоящее время уголовные правонарушения учитываются с момента регистрации поводов в едином реестре на судебных респресс-расследовании. Тогда, как ранее, они ставились на учет после возбуждения уголовного дела. К слову, нынешнее положение в городе главной полицейской области описывает как стабильное, ведь стражи порядка тщательно охраняют город от злоумышленников. Диана Ромазанова, Ислан Бекоспан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Все государственные служащие Карагандинской области начали сдавать национальный тест по государственному языку. По системе КАС-тест эта аттестация проводится по специальной программе развития языков на 2020 год. В целом по Карагандинской области тест проходит более тысячи госслужащих. Подробности в следующем сюжете. По последним результатам проведения тестирования по Караганде было сдано 60 диагностических тестов. Из них 10 сотрудников сдали на полную сертификацию с 13 районов области. Сотрудники с управления департамента сдают три пробных и два сертификация, которые производятся на платной основе. В общем, в ближайшие дни больше тысячи человек планируют сдать тест по государственному языку. Из городских и районах Акиматов 60 человек сдают диагностическое тестирование, по 10 человек сертифицированное тестирование. Тестовые работы проводят специалисты Республиканского национального центра тестирования. Тестирование проводится на базе Карагандинского государственного политехнического университета три дня. Система КАСТЭС в Республике началась производиться с 2013 года. По этой системе сотрудники государственной службы должны сдать не только грамматику и лексику казахского языка, но и грамотная разговорная речь оценивается в строгом порядке при получении сертификата государственного образца. Сегодня мы сдали тест по государственному языку. Было нелегко, но думаю, что справились с этой задачей. Так как мы очень тщательно готовились, потому что мы очень ответственно относимся к этой аттестации. По поручению главы государства до 2020 года уровень знания государственного языка должна достичь до 95%. По этим критериям данный тест будет проверяться специалистами Республиканского национального центра. Проведение тестирования по Карагандинской области будет проходить неделю, которая продлится до 30 числа этого месяца. Гульза Ацахова, Толигин Рашитов, Александр Царакидзе, Первый Карагандинский. Пятилетний план развития Караганды подходит к завершающему этапу исполнения. Однако его полагается время от времени корректировать в соответствии с новыми реалиями и требованиями. Один из вопросов на 50-й внеочередной сессии городского маслехата как раз касался изменений в плане развития шахтерской столицы. С чем они были связаны, знает Сергей Высокосов. Программу пятилетнего развития города Караганды принимали еще депутаты прошлого созыва на 18-й сессии городского маслехата в 2010 году. Естественно, за это время программу корректировали. Сегодняшние изменения были связаны с особым экономическим периодом в республике и в мировой экономике в целом. Код реализации программы развития города находится на постоянном контроле. Ежеквартальные итоги социально-экономического развития города рассматриваются на заседаниях Акимата города. Мониторинг программы проводится ежегодно в январе, размещается на веб-сайте Акима города. Материалы мониторинга направляются в городской маслехат, управление экономикой финансов и визионную комиссию Карагандинской области. Как сообщили на сессии, подкорректированная программа развития нашего города была приведена в соответствии с утвержденным перечнем целевых индикаторов и показателей результатов программы развития районов и городов Карагандинской области. Итоги реализации программы развития города регулярно рассматривались на заседаниях постоянных комиссий городского маслехата. Обновленный проект состоит из пяти направлений, в которых предусмотрены 22 цели, 48 целевых индикаторов и 111 показателей результатов. Все они касаются развития промышленности, строительства, торговли, культуры, языков, инфраструктуры, экологии и государственных услуг. Изменения были приняты для более полного и объективного анализа происходящих событий в экономике и социальной сфере Караганды. Депутаты отметили, что местные власти провели большую работу по уточнению всех показателей. Здесь также учитывались темпы развития мировой экономики, геополитических факторов и необходимость сохранения и последовательного роста. Анализ выполнения программы на сегодняшний день свидетельствует о том, что благодаря принимаемым на государственном уровне мерам поддержки экономика города имеет положительную тенденцию развития. По окончании обсуждения вопроса было отмечено, что вся деятельность местных властей и депутатов на предстоящий период будет направлена на реализацию послания президента Нурсултана Назарбаева «Нурлыжол. Путь в будущее». Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Александр Церетидзе, Первый Карагандинский. Благотворительный фонд «Кузжолы» при финансовом участии Каскомерцбанка второй год подряд в рамках специального благотворительного проекта «Ангел-хранитель» оснащает офтальмологическими лазерами перинатальные центры страны. Областному перинатальному центру города Караганды в рамках данного проекта подарили офтальмологический лазер для проведения срочных операций детям, рожденным с малым весом, с диагнозом ретинопатия. Более подробно в нашем следующем сюжете. Ретинопатия – это диагноз, связанный с недостаточным развитием сосудов глаз. Как правило, сопровождает недоношенных детей, число которых в последние годы в Казахстане увеличилось. Ежегодно в нашей стране рождается порядка 22 тысяч недоношенных малышей. На сегодня в Караганде число таких новорожденных составляет более тысячи. Профилактика и лечение ретинопатии на новорожденных является особой в работе неонатологов и детских офтальмологов. Этот аппарат очень необходим, потому что единственным лечением на сегодняшний день является только лазерная коагуляция. Дети недоношенные все наблюдаются у офтальмолога. Все дети, которые родились сроком гестации менее 35 недель и масса тела менее 2 килограмм. В этом году на приобретение оборудования Казкоммерцбанк потратил 27 миллионов тенге. Только для перинатального центра представители финансового института подарили новейший аппарат на 6 миллионов 830 тысяч тенге. Дополнительно свой вклад внесли и клиенты банка, которые пользуются специальными платежными картами. Визы «Ангел-хранитель». На сегодняшний день Казкоммерцбанк единственный в Казахстане, кто выпускает специальную карту с благотворительной функцией. Все это оборудование было поставлено благодаря нашему общественному фонду «Казкоммерцбанк», который был образован в 2007 году при поддержке руководства нашего банка Казкоммерцбанка. За годы работы общественного фонда, за 7 лет, мы поставили 5 аналогичных оборудований по всему Казахстану. Сегодня проблема ретинопатии недоношенных детей очень актуальна, поскольку болезнь существенно увеличивает процент инвалидов детства по зрению. Ранняя практика обследования и лечения детей с этой болезнью в перинатальном центре являлась опасной для жизни, так как новорожденных необходимо было срочно транспортировать в Астану для оперативного лечения. Однако теперь, по словам специалистов, данное оборудование послужит для своевременного медицинского вмешательства ранней болезни и поможет сохранить жизни малышей. После диагностического обследования на ретинальной камере с обученными специалистами, детскими офтальмологами, на данном аппарате, в офтальмологическом лазере, проводятся хирургические операции. Тем самым мы предотвращаем инвалидность. В 2015 году офтальмологические лазеры установлены в перинатальных центрах Павлодара от Рау Караганды и в областной больнице города Шымкент. Сейчас врачи-офтальмологи Карагандинского перинатального центра для дальнейшей практики с лазером проходят специализированные обучения в Алматы. Гульза Ацахова, Тулигин Рашитов, Александр Цирыкидзе, Первый Карагандинский. Качественно ли кормят в школах города? В Караганде прошел обучающий семинар «Здоровье и безопасное питание школьников». Мероприятие организовал областной центр формирования здорового образа жизни совместно с городским отделом образования. Участниками познавательного тренинга были представители малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в организации горячего питания учеников, медицинские работники и руководство общеобразовательных учреждений. Основной целью данного семинара является уже повышение информированности по вопросам безопасного и здорового питания подрастающего нашего поколения. Пятилетнему Карагандинцу Адельмухамеду Айесхан срочно нужны деньги на лечение. Совсем недавно врачи поставили ему диагноз «острый лимфоблосный лейкоз». Сейчас малыш находится в Национальном центре материнства и детства в Астане. Сейчас ребенок проходит курс химиотерапии. Ему делают переливание крови. Жизнь мальчика находится под угрозой. Состояние с каждым днем ухудшается. Не помогают даже сильные препараты. Маленький Адельмухамед нуждается в скорой госпитализации. Спасти жизнь малышу могут лишь в Москве. Лечение стоит 17 миллионов 300 тысяч тенге. Родители не в силах собрать крупную сумму самостоятельно, поэтому просят помощи у неравнодушных. Желающие оказать материальную помощь могут высылать деньги на реквизиты, которые вы видите на экране. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Волонстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин